Вот так вчера немцы выкинули несколько десятков миллионов евро на воздух. И я хотел обсудить эту тему, салюты, с точки зрения когнитивного диссонанса и сравнить аналогичное поведение тех, кто салютит, с теми, кто употребляет продукты животного происхождения и, в принципе, плюет на экологию, да, сейчас не только из-за употребления продуктов животного происхождения, но и, в принципе, там, не знаю, выкидывают мусор на улицу и прочее. В том числе мусор еще местами валяется, уберут, уберут за наши же деньги, то есть налоговиков, да, все. Любое, значит, желание, ваш каприз, закон. Если все оплачено, но в итоге все знают, да, салют, это дорого, ужасно, это абсолютно бессмысленно, да, ты немножко попукал и все, как бы, деньги действительно в буквальном смысле на ветер выкинул. Каждый год это повторяется, каждый год об этом люди знают. И, ладно бы, вот на этом дело и ограничилось, то есть ты тратишь деньги на какую-то абсолютно безумную, бестолковую идею и, окей, ладно, это твой выбор. Но, в том числе, каждый год, я сейчас статистику не смотрел, но вчера мы достаточно слышали сирен, да, о том, что, значит, у людей там они получают ожоги, ломается имущество, потом, не знаю, пальцы отрывает кому-то, руки без понятия, всякие такие вещи, штуки случаются абсолютно каждый год, причем с незаинтересованными людьми, то есть ты салютишь, в итоге ракетка куда-то попадает, в том числе в городе, в окно, нам в окно несколько раз попала ракета, как бы, это не очень здорово, да, это не очень здорово. И все равно, ты знаешь, что это вредит, да, людям, которые не заинтересованы в этом, но делаешь, это и есть когнитивный диссонанс. Но, о чем, возможно, многие не знают, это то, что салюты, они очень сильно травмируют животных, да, конечно же, в том числе, проясненность, травмируют, в том числе, мне психику, потому что я, как человек, думаю, как можно быть таким дебилом и тратить каждый год такие сумасшедшие суммы, денег на абсолютно пустое, но это, как бы, моя психика, да, но у животных психика и другим немножко способом повернуто, в том числе, у диких животных, конечно, случается дичайший стресс, из-за того, что взрывы происходят, и у домашних животных, в том числе, вот, вчера, коты, да, или собаки, они лают ужасно, не понимают вообще, что происходит, опасность постоянная, причем, я не знаю, вот, у Камилы спрашивал, в Казани такого вроде как нет, там, где, в Германии, вот, действительно, в нашем даже маленьком городке просто без конца, без конца 20 или даже 30 минут без конца взрыва по всему городу, то есть нету перерывов, постоянные взрывы, и после этого еще, после того, как все отбабахали, еще отдельные взрывы будут, конечно, всю ночь, и до этого, и так далее, это все вредит, да, вредит незаинтересованным сторонам, в том числе, тем людям, которые просто хотят поспать, как и в любой другой день, потому что Новый год ничем не отличается от любого другого дня, то есть тебе до сих пор нужно лечь вовремя, встать вовремя, когда ты захочешь, да, а не слушать, как кто-то там, не знаю, либо набухался, либо что ли, либо, опять-таки, взрывы производит. Итак, все об этом знают, все об этих минусах знают, все знают, что это дорого, глупо, это вредно, это иногда даже летально для животных, для человека, но до сих пор, до сих пор делают это люди, да, вот здесь, конечно же, параллель сразу мне вспомнил с продуктами животного происхождения и поддержанием, соответственно, всей этой индустрии, то есть все знают, что мясо вредно, все знают, что убиваются миллиарды животных в год, все знают, что это вредит нереально экологии, экономике, это вредит человеку самому, кто этим занимается и, в принципе, всем незаинтересованным за счет того, что экология, конечно, страдает, но все равно люди продолжают спонсировать, финансировать соответствующие индустрии. И, да, тут вот, не знаю, то же самое, помогите мне в этой вот параллели, как вы уговорите человека, который каждый год взрывает салютики, перестать это делать, какие причины, вот кроме озвученных, вы бы назвали и получилось ли у вас когда-нибудь кого-нибудь отговорить, опять-таки, вот от этого бесполезного, совершенно явления, как салютики. Но, в общем и целом, поздравляю всех с очередным наступившим днем, да, вот не для всех наступил, потому что не все все-таки пережили, в том числе не по озвученным причинам, салютам там, хотя в городе у нас тут один дом подкосился, блин, в него врезался машина или что, но не все пережили, однако, все, кто сегодня подключился, это было здорово и будет здорово продолжить дискуссию в комментариях. Go vegan! домом! До, до! Продолжение следует...